Две, вошло там 30 с небольшим минут, но темы вошли все. Потому что то, что не вошло, все равно было как бы скелетом. То есть оно было обыграно другими людьми, фармами, подборами. Ну, фильм получился, фильм. Пропаганда, ну не знаю. Устал ли вы, Владимир Владимирович? Иногда он выглядит уставшим, Алексей спрашивает. Ну я не видел его ни разу уставшим, где, помню, как-то раз мы ждали часов 12, встречи с президентом. Это было в Сочи, это был тот знаменитый вечер, когда был устроен дикий разнос в правительство и было объявлено пару выговоров министров несколько лет назад. И мы вошли на беседу к Путину в 11 вечера. И он с нами беседовал почти 3 часа. И никакой он встал с неба. Слушайте, человек у нас провел сейчас 4-х часовой марафон, отвечая на вопрос, и было видно, что может еще 4 часа. Поэтому, что-то, что, физическая и сумма, которая вновь не может сделать. Есть все вопросы, они сразу сформулированы, но, видимо, это ответ на решение по поводу того, что, когда человек приходит к президенту, то президент его выслушивает. Здесь, вот, за приемную президенту под куполом невозможно попасть. Как попасть в президенту, тут есть еще какие-то реакции на эту тему. Людям страшно, хочется поговорить с президентом и рассказать ему вот то, что он не догадывается. Ну, наверное, это уже тема для следующего разговора, потому что опять новости времени на властей на наших радиостанциях. Маяк и Вести ФМ. Мы продолжим через несколько минут. Напоминаю, что в студии Владимир Соловьев, который отвечает на наши и ваши вопросы, Илья Чедрунова, Руслан Ахидов и Владимир Жалов. В Москве, половина восьмого. Новости. В России началась амнистия в связи с 70-летием Победы. Формальное начало этому процессу дала публикация на официальном интернет-портале правовой информации. Под амнистию подпадут, в частности, граждане, впервые осужденные за преступлений небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной. В отношении преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также особо опасных рецидивистов, амнистии применяться не будет. Общее число амнистированных может достичь 400 тысяч человек. Россия сегодняшнего дня запрещает реехспорт растительной продукции из Болгарии. Все аналогичные меры могут быть приняты в отношении других стран Евросоюза. Об этом сообщили ТАС в Россельхознадзоре. Ранее сегодня в ведомстве заявили, что Россия может ввести для украинской сельхозпродукции правила аналогичные и продукты МВС. А ответили, что такой подход будет отвечать к базовому принципу ОВТО о недискриминации, поскольку в настоящий момент товары с Украины экспортируются в Россию по упрощенной процедуре, действующей для стран СНВ. В шестерке международных посредников Ирана удалось достичь прогресса на переговорах на уровне полидиректоров Умения, но некоторые вопросы остаются нерешенными. А потом появился авторный гидр Ирана, а по строчке ранее стало известно, что в последний раз переговоры Ирана пройдет стрелок. Ирана пройдет стрелок. Ирана пройдет стрелок. Ирана пройдет стрелок.